Вакцина-профилактика – лучшая профилактика заболевания. Так считают и медики, и Роспотребнадзор. А в связи с тем, что количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем, своему здоровью надо уделять больше внимания. Мария Горшкова – пенсионерка и счастливая бабушка троих внуков. Героиня решила взять пример со своих детей и сделала прививку от коронавируса. По словам Марии Викторовны, бояться нужно не прививки, а риска заразить самых близких людей. Риск у нас, риск. Все равно, степень риска у нас очень высокой. Чуть что и все. Я вообще практически не болела вот такими заболеваниями, а все равно побаиваюсь, ну как это надо делать. А вот Людмила Лапсева долгое время не хотела делать прививку, но из-за роста заболеваемости решила не оттягивать. Первое, когда была полоса, ну все, сейчас закончится, и все, все закроется. А сейчас смотрю, по-новой, второй этап, второй. Поэтому у меня сын говорит, давай, говорит, иди, мама, там, говорит, на Камышинской, говорит, народу вообще, говорит, не бывает. Я пришла, правда, сегодня народ, маленький поставил, ну ничего страшного. Сейчас вот сделаем, все будет хорошо. Медики отмечают, к нормальной жизни Ульяновская область вернется лишь при вакцинации 80% населения или 700 тысяч человек. На данный момент привито всего 47% граждан. В Ульяновской области есть три вида вакцин. Спутник Ви, спутник Лайт и эпивак Корона. Их количества хватит, чтобы привить более 100 тысяч человек уже в ближайшее время. Ну, наверное, все вакцины достаточно имеют права быть. Но я бы, наверное, больше доверяю спутнику Ви. Все-таки это наиболее проверенное, вернее, как проверенное, что максимальное количество людей делает спутник. Работу ведет и выездной пункт вакцинации. Привиться можно даже на рабочем месте. В этом случае работодателю необходимо обратиться в областной Минздрав или в поликлинику, которой прикреплено предприятие. Медики смогут привить и маломобильных людей на дому. Достаточно обратиться в свою поликлинику. Во-первых, это удобно. Во-вторых, меньше контактов. И с учетом большого наплыва в поликлиниках пациентов, это действительно снижает риск заражения и контакта с инфекционными больными. Вакцинироваться или нет – это решение каждого. Остается верить, что в этой многолетней войне между людьми и вирусом все же победит человек. Максим Писарев, Юрий Конихин, Улправда ТВ.